Даша, привет! Привет! Как у тебя дела? Как время проводишь на самоизоляции? Ну, я стараюсь из дома выходить только по большой надобности. То есть сейчас я нахожусь в книжном магазине, мы сейчас делаем инвентаризацию. Я люблю во всем вообще искать плюсы. В это нелегкое время есть плюс прибраться во всем книжном магазине и наконец-то посчитать, каких книг не хватает у нас. Ну, многие уже посмотрели все сериалы, фильмы, интервью, да и прочитали то, что давно хотели, но все времени не хватало. Что посоветуешь почитать сейчас этим людям? Твой топ-3 для самоизоляции. Мне кажется, это нереально пересмотреть все фильмы и сериалы. В общем, так, что я посоветую? Ну, во-первых, я сейчас пью чай. Вот, и я у многих своих друзей спрашиваю, что вы будете делать после того, когда закончится пандемия. Многие говорят, что пойдут в свое любимое заведение, то ли, ну, там, кафе, либо бар. Вот, поэтому я предлагаю это время провести, опять же, с пользой и познакомиться с теми напитками, которые мы сами любим. То есть я приготовила для вас книжки про, например, про чай. Вот такая вот есть книга «Идеальный чай. Наука и искусство приготовления». Здесь рассказывается все очень доступно о том, откуда появился чай, какие есть виды чая, что нужно, чтобы его приготовить, различный там вкус какой есть и так далее. Вот, то есть очень такая полезная книга, которая по достоинству вам даст понять, что же такое на самом деле чай и как его правильно воспринимать и готовить. Супер! Я обожаю чай, мне точно нужна будет эта книга. Какая вторая? О чем она? Ну, несложно догадаться. Есть три, наверное, напитка. На первом месте это вода, на втором чай. Это я сейчас говорю статистику в США. И третье, это же, конечно... Кофе? Кофе! Ну, я скучаю по вашему кофе очень сильно. Вот, поэтому решила сама попробовать его приготовить, например. Это такой справочник, как готовить крафтовый кофе. Вообще знаешь, что такое крафтовый кофе? Нет. Это тот, который приготовлен без кофемашины. То есть есть несколько видов заваривания. Ты, наверное, это видела в кафе. То есть бывает там сифон, например, либо кемикс, харю. Ну, ты наверняка это где-то видела. И вот с помощью этой книги тоже можно научиться готовить кофе. Тут все очень доступно. Рассказывается, опять же, о вкусовых всяких предпочтениях. Какой кофе бывает, какой стоит брать. Ну, такая вот книга. И третья книга, которую я приготовила, она будет больше не про напитки, а именно про готовку. То есть вот такая детская книжка называется «Мам, дай фарку и карандаш». Здесь, собственно, собраны рецепты различных блюд. Они поделены по сезонам. То есть в зависимости от того, какие там фрукты или овощи в этот сезон можно найти. Вот. И я скажу так, что эта книга интересна не только детям, но и взрослым, потому что здесь я, например, научилась готовить блины, розовые блины. Вот. И удивила всех своих знакомых. Вот такая. Круто, но очень вкусная подбитка. И карандаш, потому что там можно внутри еще разукрашивать. Мне нравится, что эта книга поделена еще на различные виды сложности. То есть вот, например, видишь, тут есть простое блюдо, можно справиться в одиночку, или там нужна помощь взрослого и так далее. Вот. Очень вкусная подборка у тебя получилась. Спасибо тебе большое. Не скучай на самоизоляции. Надеюсь, скоро мы увидимся. Я тоже. Пока-пока-пока. Пока-пока.